Приветствую вас! Мне бы хотелось, конечно, чтобы вы раскрыли немножечко понятие друг, потому что когда вы используете его, это понятие, это слово в таком контексте, знаете, не всегда понятным, скажем так. То есть, давайте сначала определимся, что для нас друг, то есть, что вы понимаете под этим, под словом друг, да? Вот. Для нас друг это кто? Вот так вот, скажем так. Да? Вот. Это первое. Второе. Второе. Ваш друг, он не то чтобы собственник, да? Да? То есть, я бы прям не сказал, что он именно собственник. Я бы сказал, что он просто боится вас потерять. Вот. Я бы сказал, что он очень неуверенный в себе человек просто. Вот. То есть, в этом, в этом все дело. Дело в том, что он неуверенный в себе человек. И он боится того, что может остаться один. А вот, без вас. И соответственно, соответственно, вот, боясь, что он остается один, а он поэтому так и реагирует. На то, что вы ему сказали, сказали, что взаимодействуется только с ним. Вот. Я вам дальше больше скажу, что у вашего друга, у вашего друга к вам есть чувства. не дружеские чувства. Вот. Я не знаю, насколько вы готовы к этому, да? Вот. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, у вашего друга есть к вам чувства. То есть, явно он не рассматривает вас только как друга. Вот. Но, меня волнует немножко другое. Во-первых, меня интересует ваша позиция к, ну, к друзьям вообще. Потому что у вас был один друг, потом вы отдалились, занесли его в черный список. Почему так произошло, непонятно, из-за чего так случилось, случилось. То есть, вот вы общались, общались, общались с человеком, а потом вы от него резко отдалились. Ну, так, по крайней мере, выглядит. Вот. Ну, почему-то вы от него отдалились, почему, непонятно. Вот, появился новый друг, которого вы стали ценить больше. Но, по сути, получается так, так, что вы заменили, заменили одного человека другим. Вот. А это все-таки далеко не самый лучший расклад, потому что люди – это люди, и рассматривать их как средство, да, для достижения своих целей, ну, неправильно. Вот. Поэтому здесь, конечно, у меня к вам есть вопросы, вопросы, да, относительно того, как вы позиционируете людей, которые вас окружают. Вот. Как вы к ним относитесь, для чего вы с ними взаимодействуете и так далее. Вот. А если вас волнует только тот вопрос, который вы задали, да, то есть вопрос, почему у него улучшилось, да, это настроение сильно, после того, как он узнал, что я не общаюсь с тем другом. Вот. Вот. На ваш вопрос, я надеюсь, ответил. У человека есть к вам чувства. Вот. Хорошо ли это, плохо ли это, да, мы сейчас в расчет не берем, потому что это не так важно. Вот. Важно то, что это есть, вот, что, ну, что это вот так проявляется и все. А вот так заключается в другом. Просто заключается в том, что вы будете совсем этим делать. Как вы будете себя вести. Вот это куда более важный вопрос. И я надеюсь, что вы об этом подумаете. Потому что люди, это не те категории, с которыми можно взаимодействовать, взаимодействовать, а потом, там, ну, грубо говоря, Заимодействуемся смотришь на блок. ���озаль, а там фитилия, а там, например. А вотる, он уже ну, брошили. Количество миллиона, оно μας смотришьajit, а вот смотрится, а комэрия, а, о-ом, ну, что, там, брата. А вот, э-ом… Uh... того, что вы написали, то есть здесь просто поаккуратней, здесь просто поаккуратней. Если не собираетесь с ним в такие, ну, более-более серьёзные отношения уступать, то лучше, наверное, не надо. Не давать человеку надежды, но если вам нужно, как бы, вот если вы чувствуете, да, что прямо нужно вам, что вы, ну, прям нуждаетесь в человеке. Вот, в таком случае я рекомендовал бы вам поработать над своими потребностями, которые у вас реализуются, видимо, не совсем правильно. Вот. В том смысле слова, что реализуются они через людей. Вот. А так быть, ну, в идеале, да, так быть не должно. То есть если вы хотите построить именно взрослые и зрелые отношения, то нуждаемости в человеке не должно быть. вам нужно просто общаться с ним, просто, ну, как партнёры, да. Вот. Вы говорите, что я очень полюбила нового друга, но при этом, простите, что значит полюбила нового друга. Ну, вот, серьёзно, как это понимать, что вы полюбили нового друга? Полюбили как кого? Как друга, например. Хорошо. Допустим. Ну, допустим, да. А если он полюбит вас по-другому, что тогда будет? Ну, то есть что вы будете в этом случае делать? Как вы будете в этом случае себя вести? Понимаете? 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 Это важно именно для вас, чтобы вы сами, чтобы вы сами увидели, что вы хотите. И если, например, ситуация такая, что вы не готовы, допустим, ну, например, общаться с этим человеком не требуя и не ожидая ничего от него, ну, в таком случае, быть может, имеет смысл вам отдалиться, пробыть над собой, а после посмотреть, а будете ли вы его так же спинить, будете ли вы им так же дрожить или уже нет. Практика показывает, что если отношения выстраиваются вот так, ну, как вот, как вы это делаете, например, ну, как вот, как это выглядит. То есть, потребностно. Вот, если вы устраиваете отношения так, что после, значит, после того, как потребности будут реализованы самостоятельно, да, после этого человек уже не нужен становится. Но появляется интерес к другим людям. Вот. Ладно. Поэтому здесь ситуация совершенно неоднозначна. вот. Ее нужно разбирать с вами все-таки индивидуально, но лучше это делать. Вот. И тогда будет понятно, с чем мы имеем дело. Вот то, что можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что пищу для размышления вам дал. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.